Всем салют, народ! Обратите внимание, пожалуйста, где я сейчас нахожусь, какие сзади меня пейзажи, какой у нас, к слову скажу, чешский колорит. Да-да, ребят, я сейчас нахожусь в Чехии, но о том, каким образом мы сюда добрались, я покажу и расскажу вам чуточку позже. Ну а сейчас важная информация для вас. Довезла нас сюда именно эта машинка, это Geely Atlas, и если вдруг у вас зародилось такое желание протестировать ее бесплатно, может быть в дальнейшем приобрести, задать каких-то кучу вопросов консультантам, скажем, продавцам вот этой машинки, то у вас всегда есть возможность обратиться по адресу город Минск, улица Орловская, 88, это Luxury Motors Plus. Ссылочки на всю остальную контактную информацию, ребят, вы найдете обязательно под этим видео. Ну а мы начинаем наше с вами первое видео про наш очередной автопробег в Солнечную Италию. На сей раз, ребят, это будет Лигуре. Погнали! Всем привет, народ! Суть, наверное, и эксклюзивность этого путешествия будет заключаться в том, что мы, ребят, едем на доблестном автомобиле белорусского производства марки Geely, конкретно модель Atlas, это на сегодняшний день, наверное, ну как позиционирует компания, значит, одна из флагманских моделей, при помощи которой компания должна выдернуться, вырваться вперед, и в том числе на лидерские позиции, ребят. Но об этом чуть позже. Значит, повторюсь, едем мы сегодня в Италию, выезжаем. Сегодня у нас 6 июля 2018 года. Не знаю, кому я эту информацию больше говорю, вам или себе, когда я буду пересматривать свои видосики чуть позже. На часах у нас, значит, половина восьмого вечера по белорусскому времени. Сегодня пятница, завтра рабочая суббота, я с нее благополучно спрыгнул, и вместо этого мы, ребят, едем тупо в Италию, да, на машине в Италию. Кто же сегодня с нами едет? Это я, дядя Саша, меня вы должны знать, сзади два моих children, помашите, детки. И это Диана и Алина, прошу любить и жаловать, и мой оператор, и вообще по жизни спутница, это Вера Нича. Вот, а может быть чуть попозже ее покажу, если позволите. Должна же быть какая-то интрига. Едем конкретно, вот мы сняли отельчик в Лигурии, да, ну, кто не в курсе, загуглите. Италия, так же, как и любая, в общем-то, страна, поделена на соответствующие регионы, и один из самых солнечных, самых сладких, это Лигурия. Это то побережье Средиземного моря, которое вот вверху сапога слева, которое, значит, примыкает уже к Ницце, к Монако, Сан-Ремо там город. Короче, ребят, что говорить, это лазурный берег, коллеги, это лазурный берег. Но до того, как мы туда доберемся, надо же еще доехать туда, правильно? Поэтому сегодняшняя поездка для меня будет еще и определенным тест-драйвом, ребят. Так, ну что, не теряем ни секундочки. 2500 километров примерно вот как бы перед нами. Рвем строго, ребят, на юг. Ну, а вы не переключайте этот видосик. Прямо сейчас ставьте лайк. Самые ярые бумероводы. Я думаю, что вы уже особые комментарии написали к этому видосику. Следите за нами на нашем канале. А мы погнали. Заправились на одной из моих любимых заправок. Лукойл около Слонима. Я когда еду на Гродно, то в принципе, ну там я не знаю, наверное, может не полпути, но где-то на половине пути. Очень четко здесь и туалет, и возможность все купить и так далее и тому подобное. И самое главное, народ, если у вас дизель, я уже говорил на своих прошлых видео, то здесь есть возможность купить так называемый эктодизель. То есть это дизель с улучшенными там присадками и так далее и тому подобное. То есть, когда вы едете в дальнюю дорогу, то помимо всех других чудотворных свойств этого топлива, вы получаете самое главное – снижение расхода топлива. Поэтому не игнорируйте эти вещи. На самом деле это все очень важно. Ну а мы проехали, я не знаю сколько, получается, ну не знаю, километров 200 уже от Минска. Сейчас, ребят, мы едем, мы свернулись за Барановичами, получается, сюда в сторону Слонима. И, собственно говоря, этот город мы уже проехали. Вот, дальше у нас будет по плану, что там, Волковыск, Зельва или Зельва Волковыск? Наверное, Зельва, Волковыск, да. Зельва, Волковыск. И дальше будет уже Берестовица, пограничный переход, собственно говоря. И мы, как говорится, уже поимеем возможность выехать из Республики Беларусь и въехать на территорию Евросоюза. Но до этого, как и в прошлом году, ребят, мы заедем к родным. И поскольку уже вечер, а они живут совершенно недалеко от границы, и просто заночуем. Но суть в том, что нам нужен временной лаг, то есть часа 2 до 8 часов утра, до пересменки, когда меняются на границе смены таможенникам. Нам надо под утро каким-то макаром пересечь границу и благополучно, имея впереди целый световой день, рвануть в Европу. Поэтому, ребятки, мчимся дальше. Сейчас, ребят, мы сделали такую санитарную остановочку. Переехали буквально зельбу. Вон там у нас зельба, а там будет волковыск. Ну и в этот раз в своем автопробеге я буду иногда, ну точнее буду стараться чаще останавливаться именно на этом зайчике, на нашей машинке, на Джили Атлас. Ну и давать какие-то, может быть, советы или буду озвучивать свои наблюдения. Ребят, смотрите, какая песня. Лайфхак такой вам, да? Вы на момент, скажем так, отъезда в дальнюю дорогу в обязательном порядке посетите мойку, да, вымойте машину от А до Я и обязательно покройте горячим воском, да. То есть я думаю, что те, кто живет, скажем так, в городах, знают, о чем говорю, да. Суть, ребята, в чем? Ну, вам наверняка за время вашего пути придется следовать, ну где-то на каких-то участках дороги в темное время суток. И вот этих историй, ребят, вам просто не избежать. То есть вся ваша машина будет покрыта, ну точнее ее передняя часть, в принципе, то же самое с лобошом, как бы, да, будет покрыта трупиками вот таких вот насекомых. И если вы этого не знали, то я вам, ребят, скажу, что вот их вот эти вот отложения, вот эти трупики, да, они по своей, ну я не знаю, структуре или там химсоставу, они являются кислыми, да, ну или там кислотными, называйте так. И они разъедают лак автомобиля. Поэтому если между лаком автомобиля и трупиком будет лежать какой-то слой полироли какой-то или в данном случае воска, да, то это все будет только во благо. Кроме того, вот этих зайчиков вам просто тупо получится проще отмыть. Я вот сейчас еду, ребят, к родным, ставлю машинку вот точно так же, да, ложусь сам спать, а утром, часиков в пять, я встаю, машинка в это время будет покрыта росой. Вот эти зайчики отмокнут, то есть, ну, они здесь будут такие, знаете, не засохшие, вот как сейчас. А именно они отмокнут, да, вот я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Дальше я беру просто ведро воды с шампунью, какую-нибудь пожестче губку, ну, такую, относительно пожестче, чтобы, конечно, не порисовать лакокрашенное покрытие. И этих зайчиков надо обязательно убрать, потому что завтра у меня по плану, ребят, движение только днем по территории Польши и Чехии. Потом у нас идет опять же дневное перемещение по территории Австрии и, в общем-то, дальше уже будет Италия. Скорее всего, что вечером я тоже там ехать не буду. И, короче, машина должна быть тупо красивой, вот. Ребят, вот смотрите, то, что я вам говорил. Пришло утро, тачка в России и смотрите, как смываются все эти грязные ублюдки. Сейчас я бы вам хотел показать, как сбросить километраж в Джилиатлас, потому что многие из вас у меня спрашивали, как это сделать. Кроме того, вы меня спрашивали, какой реальный расход топлива по трассе у этой машинки. Вот, покажи, пожалуйста. У меня получилось 7,4 литра на 100 километров. Но здесь я прошел 221 километр пути, но это потому что я не с самого Минска сбрасывал, а где-то от столбцов. Короче, порядка 300 километров я за вчера проехал. И мы, в общем-то, находимся, не знаю, в 20 минутах езды от границы. Сбрасывается все это добро следующим образом. Находим, ну, предположим, Trip или Trip 1. Здесь кнопочка Mode. Удерживаем ее. И вот у нас, видите, обнулились показания. Вот. То есть у нас вот это меню позволяет замерить средний расход топлива, пройденный километраж. Сейчас. Вот он. И количество времени, проведенное в пути. Ну что, давайте не будем терять драгоценного времени, потому что ехать нам до точки, которая находится в Чехии, то есть до нашего отеля чешского, порядка 1000 километров. Более точные показания нам покажет, скажем так, компьютер. Погнали. Вот, Вероника, покажи цену на топливо. Короче, 95-й, рубль 37. Ребят, я сегодня считал, это ровно 60 евроцентов. Это вообще копейки. То есть в Европе, в Италии будет евро 60. То есть на евре будет дороже. Дизель, соответственно, тоже рубль 37, тоже 60 центов. Мало ли кому-то надо знать цену топлива в Республике Беларусь. Мы только что заезжали на заправку Лукойл, тут она 2 километра до этого была. И нас, честно говоря, как-то подвели на ней, что ли. Там есть только дизель и 92-й, да, Вероника? Но 95-го там нет. Жопа какая-то. Короче, мы приехали на Газпром нефть. Это прямо вот возле перехода заправка. Я просто искренне надеюсь, что здесь все-таки будет Испома 95-й. Я вспомнил, именно на этих заправках, по-моему, если мне память не изменяет, я могу заправляться до полна. И мы с тобой думали, как заправиться до полна, а потом идти рассчитываться. 6.48 утра, суббота, нет никого. Страховку нужно было сделать. Мы сделали. Короче, мы вторые. То есть нет никого. Сейчас, кстати, засечем время, сколько надо на прохождение белорусской границы. Это конкретно погранпереход пограничный или Бобровники, кому как удобно. Короче, это тот, который возле Берестовицы. Или Берестовицы, он правильно называется. Не пограничный, он Берестовица правильно называется. На белорусский программ перехода. Короче, мы, ребят, заправили полный бак топлива. Стоим вторые за пассатиком. Очень, кстати, будет актуальным инфа, сколько реально надо белорусу, чтобы пересечь границу. При отсутствии очереди. То есть нет никаких форс-мажоров, что ты там стоял долго, что-то еще. Еще отдельно хотел бы сказать вам, что я прямо открыл для себя кое-что новое. Смотрите, когда я ездил на дизельной машине, я заправлялся всегда на Лукойле. Потому что, ну, то есть задача купить получше топлива. А лучше это эктодизель. Это было, ну, возможным только на заправке Лукойл. Кроме того, там у меня есть постоянно, ну, карточка, куда по 3 копейки там с каждого литра что-то там, по-моему, отчисляется. Их просто можно, ну, воспользоваться ими, да. Но у меня бензиновая машина. Это первое. Второе. У меня вот сейчас была задача заправиться именно дополна. А когда у тебя карта дебетовая, ну, вы же знаете, что это как бы большая проблема. Потому что, если ты оплатишь больше топлива в порядке предоплаты, а оно тебе не влезет в бак, то у тебя будут как бы, ну, определенные проблемы, да. То есть с возвратом денег. Вот. В данном случае Газпромнефть, вот пусть это будет такой рекламой, да. Это чуть ли не единственная заправка в РБ. Которая, а, позволяет, как в Европе, вначале залить топливо, то есть полностью дополна, а затем лишь и тебе оплачивать. И, б, на ней есть вот это вот, ну, распространенное, не знаю, знаменитое топливо G-Drive. Это именно бензиновое топливо 95-го октана, да. Ну, вот мы взяли специально буклет. Так вам, как бы, вкратце, наверное, могу сказать лишь то, что тут, ну, короче, как и экто-то-то дизель. Грубо говоря, есть присадки, уход за двиглом, сниженный расход, что для меня немаловажно, ну, и другие плюшки. Более подробно, безусловно, я почитаю. Вот здесь есть и динамика, вот улучшается до скольких-то там секунд на сотню. Вот увеличение мощности 12%, что-то еще. Короче, это для изучения, скажем так, больше мне. Кроме того, нам дали тоже карточку, точнее нам не дали, мы ее купили за 3 рубля, это за 1,5 доллара. Вот такую карточку постоянного, скажем так, клиента, куда будет зачисляться кэшбэк в момент оплаты в размере 3%. Тоже приятно, согласитесь, ты оплатил все и товары, услуги, и тебе 3% вернулось. Все, ребят, загорелся зеленый свет. Спешим, спешим на запад. Обратите внимание, мы постояли 2 минуты, то есть потери пока минимальны, скажем так. Снимать здесь, Вероничка, нельзя, потому что это все-таки погранпереход. Итак, отбиваем время. Мы только что пересекли границу, у нас 7.20 на часах, а мы въезжали что-то в 6, 50, что-то в 8. Короче, максимум полчаса. Совершенно спокойная атмосфера, четко, все. И то, наверное, я 5 минут или 10 грузил таможенника, не таможенника, а паспортиста польского. Вопросом о том, кстати, вам будет полезно знать, вот если у вас выдана виза, например, как и у нас, на основании карты поляка, то есть она является страновой, имеете ли вы право въехать в страну, которая находится вне, по-моему, он говорил, вне зоны Шенген или вне евро... Не, вне зоны Шенген, да. Типа Хорватия, Словения и так далее. Вот у меня сестра, например, каждый год катается, и она делает, ну, за деньги специальную, именно полноценную визу Шенген. Потому что у меня, например, виза категории D, она дает право въехать на территорию Польши, и дальше везде в Европе, ну, вот где нет, как бы, границ, можно кататься. Поэтому мы едем всегда Чехия, вот Австрия, в принципе, Италия, можно дальше ехать Франция, Испания, без проблем. Так вот, ответ официального лица представителя Польши, значит, человека, который работает с этим каждый божий день. Короче, я не сильно допер, короче, есть понятие Шенген, а есть понятие, ну, член Евросоюза, Еврозоны, что-то такое. Короче, в Швейцарию, где есть тоже граница, мы можем совершенно свободно попасть, несмотря на то, что там есть граница. А вот Словения, Хорватия, что там, по-моему, Венгрия. Черногория. Черногория, ну, да, Черногория просто доехать надо через вот эти границы, через вот эти страны, скажем. Нельзя попасть, ребята. Просто имейте это в виду. Мало ли кто-то смотрит это видео, скажем так, из белорусов, а в Беларуси весьма распространена вот эта тема, то есть на карты поляка, то есть и так далее, выдача виз бесплатных на их основе и так далее, и тому подобное. Вам эта информация будет реально полезной. Потому что у меня тоже многие спрашивали, а что ты не поедешь в Хорватию, еще куда-то? У меня нет визы в такие страны. Я вот собираю не первый раз мнение официальных лиц, чтобы четко понимать, могу я въезжать вот в Хорватию или нет. Вот очередной ответ. Нет, не могу. Вот. Ну, а, ребят, я ввел сейчас, вот покажу, Веронька, ввел в навигатор, заработал у нас iGo. Кстати, ну, если вы не знаете, значит, iGo я использую, и он вообще используется на территории Европы, а у нас на Vittel, да, на территории СНГ, скажем так, больше. Наш навигатор сейчас вот рисует 687 километров до отеля в Чехии. Ну, 700, скажем так, да, на вскидку. 300 мы проехали по РБ. Итого будет 1000 километров, ну, до промежуточной, скажем так, остановки, до промежуточного отеля. Все, ребятки, валим сейчас ровненько через Белосток на Варшаву. Дальше после Варшавы у нас будет Лодь. Дальше уходим на Катавице вниз, строго вниз на юг. Ну, и дальше уже как бы Чехия. Шли большие корабли по пути, они зашли. В Африку, Австралию, в Бунзе, в Италию. В Аргентину уливай, кто остался, вылетай. Так, очередной вам совет от дяди Саши. Когда вы едете в Европу, желательно максимально продукты, то, чего у вас там что-то не хватило, вы что-то не взяли, да, закупать именно в Польше. Потому что среди всех государств, которые вы собираетесь проехать, Польша является самой, грубо говоря, дешевой в этом плане. Значит, и при этом покупать продукты нужно. У них очень распространена такая вот сеть магазинов. Покажи, Юринка, вот. То есть, типа, Божья коровка, да, если так дословно перевести. Вот, короче, суть в чем, что она типа вот как в Беларуси Еврооп, ну, короче, такая, ну, максимально социальная, скажем так, вот сеть. Сейчас я вам покажу, что я купил и сколько я за это заплатил. Короче, вот, мы купили такие булочки, 8 штук. Они такие пресные, вместо хлеба обожаю их просто. Дальше. Нектаринки. Малышам-карандашам. Дальше. У нас идет вот такой вот сыр Хохланд. Как бы тоже. Пивасик это мне, когда я приеду, ну, скажем так, в Чехию. Дальше. Каких-то вафелек. Малышнее сейчас в холодильник бросим. Какие-то у нас печенья вот такие в шоколаде. Петитки какие-то. Сейчас, девочки. Я купил себе кофе. 236, по-моему, грамм. Очень дешевый. Прима, не знаю, попробуем его. Дальше. Малышник купил сухие завтраки. Один такой с шоколадом, другой, скажем, ванильный. Дальше какао большую. Тоже. Пакет. Далой. Дальше. Сейчас в дороге будем перекусывать помидорки. Причем, обратите внимание, помидорки вот на веточке. То есть, очень такие четкие в этой части. Дальше. Это такие творожки ванильные. Ну, то есть, деткам опять же, сейчас в холодильник брошу. Вот, пожалуйста, Алина. Даню называется. Классные штуки у нас. Похожие Савушкин делает. Сосиски взял. Вот Краина Венглин, моя любимая марка. Они делают очень крутые под, как они, под вяленые или подкопченные сосиски. Дальше. Я купил два вида супа быстрого приготовления. Это там в отеле мы, скажем, будем где-то готовить, там уже на месте в апартаментах. Какая-то из огурца и из брокколи. Короче, не знаю, суп такой. Это у нас сырная, скажем так, приправка к макаронам. Так, дальше. Все, что касается к чайку печенюшки. Так, мне дали, кстати, карту клиента. Сказали, что я чел. Причем, обратите внимание, зарегистрирую в интернете, она делится на одну большую и две маленькие, которые можно отдать детям, ну, которые будут ездить, жене там. Короче, это, ну, как бы полноценные карты, дублирующие друг дружку. Так, дальше у нас опять вафельки. Опять печенюшки в шоколаде. Какие-то печенья просто пресные, типа там, ну, к чаю. То есть, у нас еще с радостью. И два сока, покажи деткам, я взял. Вот такие два сока кубусь с паильником, как я говорю, вверху очень такая четкая штучка. Короче, ребят, сейчас самое главное. Сколько все это дело стоит? Сейчас я вам точно скажу. Короче, всего я отдал 86 злотых 71 грош. Да? Если, грубо говоря, 86, 71. Сейчас я вам скажу. Много папа денег отдал, Алина? Нет, много продуктов купил. Получаем, ребята, 23 бакса. То есть, за вот эту гору продуктов, я считаю, что это по отношению даже к минским ценам очень вкусно. А по отношению и к итальянским, или к австрийским ценам, ребятушки, воспользуйтесь моим советом. Вот это все стоит того, чтобы вы потеряли полчаса своего времени. А тем временем мы сейчас едем уже по трассе из Белостока в Варшаву. У нас сейчас по времени половина десятого по именно, ну, пока московскому и в том числе белорусскому времени. Мой подписчик, дорожный партизан, просил меня в комментариях к прошлому видео показать, что же из себя будет представлять дорога именно в Польше по моему сегодняшнему маршруту. Потому что сам он ехал по югу Польши, там на Краков, через Брест и так далее. Дорога на Варшаву может быть либо такой, или такой. При этом из 180 километров пути с Белостока до Варшавы, такой дороги будет где-то одна треть. Такой же трассы до Варшавы будет примерно две трети пути. Ну, это если поляки загошут сильно, скажем так, не подтянули этот ремонт. Ограничения везде вот по такой дороге 50, 60, 70, ну, где как, на каком участке. Ну, понятно, что, в принципе, если нет больших помех и огромного потока фур, то народ, ну, где-то, конечно, нарушает. Вот, то есть, но в целом вот этот кусочек, я вам скажу, что вот до, ровненько до Италии, вот, это самый такой проблемный участок, поскольку, ну, поляки решили одномоментно сделать вот эту, всю трассу от Белостока до Варшавы, вот такой вот, ну, автобамом, автотрассой, как вам правильно сказать. Вот, короче, полностью решили ее сделать в таком международном формате. Чтобы кто-то себе представлял, вот эта трасса все еще на Варшаву, и это, в общем-то, еще не пробка, потому что весь этот поток машин, ну, находится в движении, мы едем. Но превысить вы ничего не превысите. А вот, кстати, вы ехали на трассу. Суть в чем, что превысить не превысите ничего, потому что сплошной поток автомобилей. Сегодня у нас суббота, но, правда, 11 утра, то есть, как бы, никакой не час пик там, это не возле города, не еще чего-то. Ну, вот мы выехали опять на трассу, и, в общем-то, опять я чуть-чуть поднажму, потому что времени, на самом деле, в таких пробках теряется очень много. Средний расход, часто у меня спрашивали, покажи в реальных условиях. Ну, вот, ребята, самая разная скорость. На таких хороших участках и 140 еду, на вот проселочных и 70, вот 60 ехал. Самая разная скорость, на самом деле. Расход у меня составил 7,5 литров. Пока что средний составляет расход. Проехал я только за сегодня 236 километров, и до Варшавы нам еще, наверное, километров 40. Ну, как-то вот так едем, едем потихонечку. Малыши, как вы себя чувствуете? Я отлично. А во что вы там играете? На телефон. Батарею маме садите, пока мама спит. Да? Ладно. Лишь бы не плакали и не дрались. И не ругались. Всем пис. Едем дальше. Заехали сейчас на заправку. Заправочка вполне себе придорожная. Но суть в том, что 95-й бензин 5 злотых, запятая 31. А в Белостоке чисто на слух воспринимаете 5 злотых. То есть он здесь дороже. Правда, здесь какое-то... Все такое брендовое. Типа там Q-Miles какое-то. Типа турбо топливо. Короче, типа нашего. Там G-Drive, не знаю. Но если так в доллары, на пересчет, получается так, что это доллар 40. То есть, ребят, почти полтора бакса. Прикиньте. А когда мы из Беларуси выезжали, то 95-й, напомню, стоил 60 центов. То есть вот вам налицо приближение уже, как говорится, к Австрии, к Чехии. То есть таким вот уже дорогим, скажем так, странам. Но в любом случае старайтесь, ребят, заправляться. Все равно до конца, до окончания той страны, из которой вы выезжаете. То есть, если я еду сейчас в Чехию, то максимально, находясь в Польше, надо обязательно заправиться. Если я еду в Австрию, то, соответственно, в Чехии заправляюсь. Потому что чем ниже, чем южнее, как бы, по карте вы спускаетесь, тем дороже будет топливо. Я так понимаю, что это чем дальше от России, то есть от источника нефти, тем, скорее всего, оно, соответственно, получается дороже. Ребят, ну а мы двигаемся дальше. Малышня вон у нас залазит, рыскает. Есть хотите, девушка? Извиняюсь. Я хочу. А, ты хочешь, да? Ты что там взяла, покажи, творожок? Йогурт. Окей, иди садись. Дианка, иди садись. Здесь, смотрите, ребят, холодильничек. Все запотевшее, все такое холодное. Вода даже обжигала, скажем так, мне пасть. Аккумуляторы, все там четко. Пиво охлаждается. Саню ждет. Касательно того, сколько мне топлива понадобилось на джилике, получается целый бак для того, чтобы пройти Польшу. Потому что у меня бак 60 литров. И у меня где-то сейчас было четверть бака у меня остается. Но до конца Польши где-то километров 150. То есть я делаю вывод, что ровненько вот 60 литров мне для того, чтобы пересечь всю Польшу. Сейчас, ребята, хотел показать вам огромное исключение из правил по пути, скажем так, в Италию. Мы сейчас в Польше проезжаем через город. Это Ченстухова. Прошу вот любить и жалость. Городок на самом деле, ну, он не маленький, да? И, ну, проблем здесь с его пересечением нет абсолютно. Потому что эта же трасса, по которой вы ехали, она вот въезжает как бы в Ченстухову и идет, ну, как бы сквозной является. Ограничение скорости 80 км в час. То есть вы, в общем-то, в спокойном режиме преодолеваете этот город, скажем так, пересекаете. До Ченстуховы километров 10 ремонт и пробка. Ну, как бы солидное сужение дороги. Мы не едем сейчас в час пик. Сейчас 14.42, то есть обеденное время. Нету никаких таких, ну, часа пика, да, нету никакого. Вот. Но пробка там солидная. Мы потеряли где-то минут 40. Вот. Кстати, в прошлый раз тоже такая же история была. То есть они не починили этот участок дороги. Но въезжайте в Ченстухову. Настроение нормальное. Город такой весьма, как сказать, я не знаю, молодой или не молодой, но в целом он такой, ну, не знаю, приятный. Знаете, из города, куда ты попадаешь, тебе неприятно. А здесь прикольно. Помимо всего прочего, как бы Ченстухов известен в Польше тем, что он вот типа как в Беларуси, например, в Витебс, да, и у нас есть славянский базар, так вот в Ченстухове тоже проходят вот такие, ну, типа славянские базары. То есть съезжаются там все исполнители, короче. И я знаю такое, что даже из Беларуси есть такие, ну, скажем, поездки, да. То есть можно на туристических началах, как бы, поехать в Ченстухову именно на вот такие фестивали. То есть это как бы замок Ольштин. Поворот будет налево, скажем. Вот. Но мы его не увидим. В Калининграде есть такой клуб ночной Ольштин, тоже назван в честь этого замка. Но, к сожалению, говорю, что мы не заедем. Я вам его не покажу, но он есть. Я об этом знаю, и вы об этом знаете. Ну, и все. Сейчас вот кое-где 70 ограничений. Кстати, топливо здесь мы проезжали сколько времени? 5,03. 5,03. То есть, прикиньте, вот я буквально там 30 километров назад на трассе заправлялся по 5,31, по-моему, да. А въезжаешь в город, пожалуйста, 5,03. То есть 30 грошей, да, вот этих вот центиков польских на литре вы бы сэкономили. Поэтому то правило, что вы желательно, ну, как бы заправляетесь именно в населенных пунктах, оно как бы здесь тоже работает. То есть дешевле топливо там, где вам, ну, менее удобно заправляться. То есть на трассе, вот, понятное дело, что вам более удобно скопнуло на заправку и заправился. Вот. Ну, я скажу честно, я просто забыл, что Чинстухово мы пересекаем через город. Ну, и плюс там хотели там в туалет, еще что-то, и поэтому мы заехали уже на эту заправку. Плюс я увидел топливо. Да, я видел, что оно дороже, чем в среднем по больнице, но под ним висел красивый шильдик, типа, крутое, навороченное. И я решил, что цена обоснованная. Ну, это, конечно, развод. Скорее всего. Машина нормальная, едет абсолютно. Так, расход топлива у меня сейчас, с учетом того, что вот сейчас каждые 2-3 часа температура в течение дня повышалась на градус, и вот сейчас у нас уже 27 градусов, то есть тепла. То есть довольно так жарко, скажем так, и я активно, вот, я уже не выключаю кондиционер. И у меня расход, вот, средний расход. Папа, холодно! Вот, уже даже мне говорят холодно, хотя не холодно, мне жарко, например. Я выключил Алина кондиционер. Так вот, расход, с учетом работы кондиционера, ровно 8 литров на сотню на Джили Атлас. Это вот просто вот вам из жизни. Проехал я сегодня уже 537 километров, а всего должно было быть 700, по-моему, да, до отельчика. То есть до отельчика у нас, ну, где-то вот, не знаю, 160-170 километров, я так думаю. То есть если, как бы, наши расчеты верны. Девочки, что вы скажете вообще? Я скажу, что мне очень нравится, я хочу скорее приехать, скорее покупаться в море. Только покупать. И обрадоваться, попрыгать на солнечки. А в каком море ты собираешься покупаться? Диана, ты, кстати, знаешь, какое море у нас там будет? Нет. А в прошлый раз, ты помнишь, в прошлом году какое было море у Тани? Теплое, скажи. А-дре-а-ктичное. А-дре-а-тичное. Теплое было море. А в этом году мы едем на среди... Альне. Среди Альне. Аленчик едет на среди Альне море. Мы уже приехали в Троянови к Че или Це. Но мне кажется, что Че. У них такое Це с птичкой. Вот, это тот поселок, где мы будем, ребята, жить эту ночь. Вот, покажи, вернее, какие виды. Это прям у подножья гор. Я пока не готов вам сказать, что это такое. Есть мысль, что это Татры, так называемые, чешские. Но по мне так это, ну, альпийская какая-то гряда, там, какое-то ответвление сюда. Не знаю. Короче, я не великий географ. Да, врачи, смотрите. Вот. Но городок вот такой, прикольный. Он, не знаю, мне кажется, он какой-то курортный или что, может быть, какой-то горнолыжный курорт. Я вижу уже флажок на навигаторе. Это означает, что мы уже подъезжаем. Подъезжаем к нашему отельчику. А как он, кстати, назывался? Ну, как-то там пантьон. Готовьтесь к правому повороту через 300 метров. Сейчас. Девочки, готовы. Смотри, мы крайне... Мы приехали! Мы крайне, а так, ну, смотри, в подножье я горы прям, боже. Там еще 2-3 дома осталось до горы. Пойдем сейчас гулять. Считай. Раз, два, три, четыре. А вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Пять! Вот, вот, вот. Сейчас, 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 давайте-ка я... Мы сейчас... Домики наши! Йо-хо! Мы где будем жить, а? Вот это, да? Да. Ну вот. Вот такой вот гостевой домик. Мы уже прибыли, так сказать, в чешский отельчик. Идем, Динка. Папа, иди сюда. Пойдем, Динка. Иди сюда. Давайте сейчас вам покажу. Смотрите, шкафчик. Что это такое, Динка? Проведи экскурсию, пожалуйста. Шкафчик. Так. Вот тут свет, вот кухонька. Вот, папа, вот. Блин, как здесь? Вот родительская кровать. Уютно. Кровать, телевизор, футбол. Папа, иди сюда. Ванная, иди сюда. Подожди, 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 Алинка, подожди. Вот смотрите, как все четко сделано, прям по-домашнему. Вот наши с Алинкой кровати. Ой, смотри, Витя ступенек, видишь? Никто никуда не упадет. Баба, тут я сплю, тут Алина спит. Правда? Да. И я могу там поиграть. Где? Вот. А идем показывай, что там скорее за дверью этой. Смотри, как она открывается. На такой штуке. Вау! Здесь даже ванная такая красивая, угловая. Здесь можно шампунь. И смотри, даже шампуньки прилагаются. Какие молодцы. Мы приехали... Верни-ка, мы из 700 сегодня проехали, да? Километров. И 300 вчера. Ну, то бишь, от Минска до границы там 300 километров было по Белоруссии. Вся Польша и кусочек Чехии до Астравы и от Астравы до Глевицы. Это еще 700 километров. Короче, Саня ровно 1000 на сегодняшний день проехал. Ребят, спасибо большое, что вы смотрели это видео. Поддержите нас лайками. Спасибо огромное и отдельно тем из вас, кто держит постоянно за нас кулачки, когда мы путешествуем. Сделаю специально обзорчик вот этого отеля, значит, и выложу на своем втором канале. Обязательно пройдите и посмотрите, потому что с первого взгляда мне все очень понравилось. Мы познакомились с хозяевами. Хозяева – это вот как мы пара с Вероникой, то есть наши ровесники где-то. Барбара. А его как зовут? Помню. Короче, я не помню. Ну, глянем. Короче, очень милые ребята. Все четко. Сами видите, какие условия. Отдельные обзорчики еще сделают территории, всего того, что мы видим вокруг. В обязательном порядке смотрите вторую часть автопробега в Лигурию, потому как вторая часть это у нас в Чехии кусочек, Австрия и Падемс. В Италию, но не в саму Лигурию, а это будет отдельный сюрприз для вас. Отельчик будет 16 века. Вообще подставил какого-то монастыря, что-то такое. Также еще будет очень интересная замануха в следующей части видео про автопробег. Это то, что на пяти тысячах должна сняться блокировочка в Джили Атлас. Все постараюсь снять. Это будет как-то в пути. Это будет через включение-выключение тачки. Я не знаю, ребят, смотрите следующую часть. Всем удачки. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!